Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 10 февраля, суббота, и что-то мне подсказывает, что вы догадались, что сегодня что-то будет необычное. Это действительно так. Я хочу предложить вашему вниманию и хочу предложить принять участие в очень серьезном проекте. Ну, как вы знаете, из средств массовой информации, из моих видео, в Конгрессе идет напряженное обсуждение пакета помощи Украине. Дело продвигается о последних буквально часах, я вам расскажу дальше в этом видео. Но, пока это все идет, пора включать план Б. О плане Б тоже рассказывал. Это проект ареста замороженных активов Российского Центрального Банка в Западной Европе и в Северной Америке с тем, чтобы передать эти деньги Украине. Это может быть быстрее. План А может стать, то есть, простите, план Б может стать быстрее, чем план А. В этой связи, вместе с группой единомышленников, патриотов Украины и хороших друзей из других стран мира, прежде всего, и Соединенные Штаты в Америке, моим участием мы подготовили петицию президенту Соединенных Штатов Америки и Конгрессу США. Я вам сейчас зачитаю его текст, прокомментирую, какова цель этого проекта, этой петиции. Ну и потом расскажу, что мы можем и должны сделать в этой связи. Итак, текст. Значит, текст подготовлен на английском, это главный язык, потому что, понимаете, петиция предназначена для президента, правительства, Конгресса. Затем, значит, этот текст составлен с учетом текста того законопроекта, который сейчас обсуждается в Конгрессе. Называется он РЭПО или Акт о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Это очень важно, чтобы язык нашей петиции был соответствовал, вернее, языку законопроекта, который сейчас рассматривается, потому что к самой амбициозной цели у нас должно быть возможность включения какого-нибудь положения из этой петиции или оказания влияния этой петиции на формулировку окончательного закона. Ну и цель также состоит в том, чтобы ускорить его продвижение. Так вот, почему мы работали в том числе с юристами, с сотрудниками аппарата Конгресса, для того, чтобы петиция с точки зрения языка юридического была созвучна с законопроектом. Ну и английский язык, поэтому, то есть, английский вариант этого текста будет считаться основным, но я его перевел на русский, на украинский, я это все вывешу, ну, в общем, вам скажу, что будем делать дальше с этим делом. А сейчас я вам зачитаю текст и его прокомментирую. Итак, президенту Соединенных Штатов Америки Конгрессу США. Мы, граждане Украины и ее многочисленные друзья и сторонники, призываем президента Соединенных Штатов Америки и Конгресса страны безотлагательно принять акт о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Репо for Ukraine Украинец Act, как он называется официально. Это создаст условия для использования конфискованных российских суверенных активов для того, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб и убытки, нанесенные ею в Украине, прекратить применение силы против Украины и вывести свои войска из признанных границ, за пределы признанных границ Украины. Этот закон станет мощной контрмерой против серьезных нарушений международного права со стороны России. Передача активов рецепиентам требует максимальной прозрачности, подотчетности и контроля, чтобы гарантировать рецепиентам получить то, что им принадлежит. Мы призываем президента скоординировать создание международного механизма компенсации с иностранными партнерами, включая Украину, чтобы предусмотреть распределение средств непосредственно конечным потребителям. На что я хотел бы обратить ваше внимание. До сих пор и в основном это пишут европейские, американские СМИ, цель этого законопроекта передать деньги Украине для ее восстановления. Мы здесь включили вот эту фразу прекратить применение силы против Украины и вывести свои войска за пределы признанных границ Украины. То есть понятно, что эти действия должны произойти до того, как можно будет приступить к восстановлению Украины. То есть фактически включив вот эту формулировку, мы хотим создать возможность, чтобы эти деньги использовались в том числе а на настоящий момент прежде всего для того, чтобы прекратить применение силы агрессора против Украины, то есть дать ему военный отпор и вышвырнуть его войска за пределы признанных границ Украины. Следующий это наболевший вопрос контроля. Согласно нашему, нашей петиции для этого должен быть создан под эгидой Соединенных Штатов международный механизм и он будет главным, то есть не будет такого, что деньги автоматически откуда-то из какого-то банка, какого-то места, которое мало кто знает, будут переводиться на счета украинского правительства, но даже не украинского правительства, а группы товарищей, которые возомнили себя украинским правительством, а дальше вы знаете, как это может быть. То есть мы призываем, чтобы был создан международный орган, который будет работать в условиях максимальной прозрачности, подотчетности и контроля, чтобы контролировать, обеспечить ситуацию, когда конечный потребитель получит эти деньги. Не чиновник, не какой-то государственный счет где-то, а конечный потребитель. Конечный потребитель это пока длятся военные действия, это вооруженные силы Украины и то, что будет приобретено для них, для победы, а потом для граждан Украины, которые понесли ущерб в убытке. Что включает в себя разрушенные дома, квартиры, другое имущество и так далее. То есть должна быть восстановлена страна и должна быть восстановлена по возможности собственность украинских граждан, которую они потеряли в результате варварской, неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации. То есть этот международный механизм должен включать в себя представителя зарубежных, партнеров Украины, союзников Украины, которые будут участвовать в этом деле, будут там представители Украины безусловно, и цель его распределения средств таким образом, чтобы они дошли непосредственно, то есть не через целую цепочку посредников левых компаний, офшоров и так далее, а непосредственно потребителям. Ну, как вы видите, тут всего два абзаца, и это хорошо так надо, потому что больше, более длинные петиции здесь, скажу вам по секрету, не читают, если вопрос не касается, но чрезвычайных вопросов национальной безопасности, предусмотреть детали в нем невозможно, мы расставили акценты, а потом, когда мы подадим эту петицию, когда будет принят закон, потом мы будем работать над деталями, добиваясь вот тех целей, которые мы здесь с вами поставили. Теперь алгоритм нашей работы, который хочу представить, предложить вашему вниманию. Я выложу все три текста, как всегда в виде поста комьюнити и прошу вас, ну, во-первых, принять участие в подписании этого, то есть наша идея такая, моя, вернее, идея какая, прокрутить этот текст через канал, поскольку инициатива исходит от нас с вами. Если вы помните, я вам анонсировал эту петицию недели три назад. Да вот, три недели мы до дней работали. То есть, мы этого пропустим через канал, пытаясь собрать как можно более мощную поддержку. поддержку граждан Украины, украинцам, где бы они не проживали, даже за рубежом, даже находясь сейчас в третьих странах, беженцы, эту поддержку, эту петицию могут поддерживать не только украинцы этнически, не только граждане Украины, но, как здесь написано, многочисленные друзья и сторонники, то есть, фактически все люди доброй воли, которые у нас присутствуют на канале, а присутствуют нас, как я подсчитывал однажды, ну, вернее, не то, что подсчитывал, это по статистике видно, канала, зрители более чем из 40 стран мира. Так вот, все они могут поставить лайки, то есть, не надо, это будет не так сложно, как предыдущую петицию, которую вы, дорогие друзья, подписывали, украинскому правительству, не надо будет там личные данные и так далее, лайк, на этом этапе лайк и все. То есть, желательно, чтобы поддержали это сотни тысяч зрителей этого канала через лайк, а потом я выставлю это на международный форум для петиции, и потом пойдет уже формальное голосование. формальное голосование, я вам дам необходимые инструкции, это проще, чем голосование опять-таки петиций для украинского правительства, там надо имя, фамилию, затем, по-моему, почтовый адрес, вот, собственно говоря, и все. Это совершенно конфиденциальные данные, которые будут доступны только для американской страны, сервера Соединенных Штатов Америки, в общем, безопасно, так сказать, от врага. Вот какой алгоритм я вам предлагаю, поэтому прошу, что делаю крайне редко, вы это знаете, ну, во-первых, поставить лайки к этому видео, чтобы оно вошло в тренды, чтобы как можно людей это услышало об этой инициативе, затем я разверну, ну, немедленно, сразу же после того, как выпущу это видео, я опубликую текст этого, этой петиции, не поленитесь, поставьте лайки, потому что, ну, лайки, как правило, ставят, которые я никогда не прошу, вы знаете об этом, как правило, ставят где-то 10% от общего числа людей, которые посмотрели какое-нибудь конкретное видео, постарайтесь довести это до 90%, это то, что сейчас нужно Украине, то есть, для поддержки Украины, вы меня часто спрашиваете, что мы можем сделать, ну, вот, сделать это, это очень важно, очень важно, потому что, дальше я буду рассказывать, пока Украина сейчас отчаянно нуждается в поддержке, это вот тот последний минут, или, как говорят в Америке, 11-й час, когда нужно приложить максимальное усилие, и друзья Украины из других стран, сегодня я вам расскажу про эти страны, этих представителей, они сейчас нескончаемым потоком прибывают в Вашингтон и лоббируют здесь, просят, требуют ускорить принятие пакета помощи Украине, кстати, украинских представителей, я имею ввиду, со стороны государства, как-то так не наблюдается, после неудачной миссии Арахамии в кроссовках за тысячу долларов, как-то так, народная дипломатия инициатива из Киева иссякла, а жаль, жаль, у меня такое впечатление, что это преднамеренная акция, или поведение ОПО Ермака, потому что все же в его руках, теперь только с его разрешения люди могут выезжать, и не каждый депутат может даже выехать, вот, а, то есть, запретив выезжать всем и не выпуская никого, то есть, фактически сейчас, когда должен голос Украины здесь, он практически отсутствует, так вот, не надо идти на поле боя, не надо совершать подвиг, не полениться сделать двумя, два щелчка мышкой и таким образом помочь стране. Помощь это, говорят, вода камень точит, это помощь понемногу, по чуть-чуть, но если мы соберем, ну, смотрите, каждое видео, каждые сутки собирают от полумиллиона и выше, если мы соберем, ну, так, около миллиона за недельку, то это будет замечательно, и тогда мы выставляем это на международный сайт петиции с пометкой о том, что в течение там нескольких дней, укажем, сколько, в Украине эта петиция поддержала поддержку, значит, получила поддержку вот такого-то количества людей, такого количества сторонников. вот, собственно говоря, что я хотел самое главное вам сегодня сказать. Очень важно, еще раз прошу максимально распространить это видео, я еще буду напоминать в последующих, ждать некуда, то есть есть план А, который идет медленно, этот план Б, он может пойти быстрее, значительно быстрее, ну и не будем ждать, дожидаться плана С, плана Д, хотя они тоже есть. Что сейчас происходит в Вашингтоне? Вчера поздно вечером в пятницу была принята еще одна резолюция, которая, это опять-таки был процедур по процедурному вопросу, которая позволила открыть дебаты по вопросу оказания, по пакету помощи, куда выходит помощь Украине, Израилю, Тайваню. Теперь же в Америке великое событие воскресенья, супербол, в это время страна замирает, все, работа всего и вся прекращается, кроме Сената. В связи с вот этой резолюцией Сенат остается на работе, никого не отпускает никуда. И, как заявил руководитель демократического большинства в Сенате, мы будем работать столько, сколько нужно для того, чтобы это дело сделать, то есть, для того, чтобы принять этот законопроект. План амбициозный, принять его в течение вот нескольких дней, потому что потом Сенат уходит на двухнедельные каникулы. Есть для этого основания, есть план. Сейчас республиканцы вносят поправки, причем поправки, по каким вопросам? Они возбудили вопрос о присоединении к этому пакету, вопроса о границе. четыре месяца они таскали козу за хвост, потом угробили, вы сами все это знаете, теперь отдельно уже без границы выставили этот пакет, и теперь они добавляют сюда поправки по вопросу о границе. То есть, пытаются сделать все, что возможно для того, чтобы провалить и этот законопроект. Яркими их представителями является Рен Пол, сенатор от Кентукки, штат такой, который известен тем, что там есть жареный чикен. Это вот у них сеть такая есть, Макдоналдса, общепит такой, забегаловка, которая называется KFC Kentucky Fried Chicken, жареный цыпленок из Кентукки. И вот этот жареный цыпленок Рен Пол, регулярный посетитель Москвы, у него там контакты тесные, редкий дебил, просто, я не могу иначе это называть, так вот, он сказал, что он приложит все усилия для того, чтобы не допустить принятия этого законопроекта, во всяком случае, быстрого. И вот цитата, я приложу все усилия для того, чтобы даже черт замерз над этим законопроектом. Но есть варианты, есть варианты, как говорится, что через голосование по определенным процедурным вопросам можно будет заставить и принять это все. Затем возникает, и это все хотят сделать буквально до начала наступающей недели. Затем предстоит палата представителей. Ну, вы знаете, кто там ее возглавляет, какая там ситуация в целом, надо обходить, надо обходить спикера. Есть такой вопрос, есть такая возможность. Называется она Discharge Resolution, которая обозначает, что можно его обойти, то есть внести, заставить палату представителей проголосовать безволю, даже если спикер против, но для этого нужно собрать подписи 218, группы из 217 членов палаты представителей. У демократов сейчас, чисто у демократической фракции составляет 213, то есть надо 5 конгрессменов республиканцев. В общем, казалось бы, мало, но вы понимаете, наверное, из моих многочисленных рассказов, какая там обстановка, что палаты представителей находятся под рыжим или оранжевым Дони, но тем не менее, как сказал последние слова перед закрытием работы в пятницу вчера лидер демократической фракции в палате представителей Джеффрис заявил, что демократы примянят, демократы палаты представителей готовы использовать все доступные законодательные инструменты, чтобы убедиться, что мы получим всеобъемлющее законодательство о национальной безопасности на финишной прямой. Все доступные инструменты. Они есть. Они есть. Ну, а тем временем, тем временем, друзья Украины нескончаемым потоком, причем этот поток, мощность его, количество людей, которые в нем участвуют делегации, он увеличивается сейчас, и понятно. То есть, недавно я вам рассказывал, пару недель назад сюда приехало руководство комитета по иностранным делам в Великобритании, большую работу провели, и где-то они слишком оптимистичны, я на них понадеялся, знаете, на их трезвую оценку, но, видимо, они как-то так, хотя, как говорил один из моих бывших шефов, скрытие покажет, то есть, потом мы увидим, что происходило на самом деле. Но они были уверены, что Палата представителей примет, утвердит этот законопроект, будем надеяться. Но вот новая группа, это новая группа из семи стран, это страны Северной Европы, как их тут называют, Северной и Восточной Европы, тоже руководители комитетов по иностранным делам, которые приехали сюда лоббировать Палату представителей и Сенат, комитет по иностранным делам сенатора. Так вот, что по этому поводу пишет Foreign Policy журнал? Эти люди, то есть, это делегации, ее представители, выступают с грозными предупреждениями в Вашингтоне по поводу застопорившегося пакета помощи Украине. Если вы не хотите повторения Pearl Harbor, вам лучше прислушаться к нам, предупредив американских законодателей один литовский политик. Ну и дальше здесь цитируется, ну, например, руководитель Палаты представителей Комитета по иностранным делам парламента Исландии Эйнарс Доттер заявила американским законодателям, что мы, то есть, европейские страны, члены НАТО, важнейшие, кстати, Исландия, маленькая страна, но Рейкьявик, как база для в случае переброски, необходимых, в случае военных действий между НАТО и Россией, для переброски американских войск, она будет бесценна, эта база, то есть, ключевая страна, несмотря на небольшие размеры. Так вот, она говорит, что-то, кажется, мы начали отдаляться друг от друга из-за отношений американских, республиканских законодателей к Украине. По этому поводу вспоминается цитата, которую я вам приводил, привожу еще раз, которую написал премьер-министр Доналд Труск. Роналд Рейган, который помог миллионам из нас, стран Восточной Европы, вернуть свободу и независимость сегодня должно быть переворачиваться в могиле. Позор вам, пишет он, обращаясь к законодателям республиканцам. Затем председатель комитета по иностранным делам шведского парламента Эмельсон говорит, цитата, если нам не удастся вместе с США остановить Россию на Украине, простите, это с английского перевода, в Украине, то война против НАТО в целом это вопрос вне времени и это будет стоить гораздо дороже. Затем латвийский коллега Эмельсона Ричард Колс сказал, что его поразило отсутствие понимания срочности вопроса в Вашингтоне по поводу оказания помощи Украины. У меня сложилось впечатление, говорит он, что война в Украине это что-то очень далекое от США в понимании восприятия республиканских законодателей. При этом он отметил, что по сравнению с Америкой и парламентом, конгрессом США, в латвийском общественном дискурсе все время доминирует возможность более масштабной войны в Европе. Ну и напоминается здесь, что в прошлом месяце высшие военные чины Швеции и Великобритании предупредили население своих стран о необходимости готовиться к возможной войне. Вот такая обстановка в Вашингтоне, поэтому, господа, предлагаю активно включиться в этот проект, в этой петиции и поехали. меня спрашивают, просят постфактум прокомментировать нашумевшее интервью Путина малышу Карлсону. Ну, вот я его вам комментировал о том, что будет, и практически я остаюсь на своем. То есть, первая задача была это пропагандистка, то есть, вернуть изгоя Кремлевского из системы координат, где он сейчас находится у Параши, извините за выражение, иначе не могу, мировой цивилизации, это человек, который, на которого выдан ордер на арест за преступление против человечества. Куда, куда уж, куда уж дальше, это отщепенец. то есть, вернуть его оттуда из той системы координат, систему координат нормальности, чтобы потом в случае своего избрания оранжевой Дони мог, ну, без того, чтобы подвергнуться массовому оплевыванию со всех сторон, хотя он в любом случае подвергнется этому, но тем не менее, как-то так вот, сделать его приемлемым для общения. Вот это пропагандистская функция была полностью провалена. Но, надо сказать, не по вине Карлсона, потому что он понимал свою аудиторию. Карлсон, это вопреки многочисленным, значит, хвалебным отзывам кремновских пропагандистов, это не журналист, это пропагандист, неудачник, который достоин войти в этом качестве в книгу истории Гиннесса, потому что, ну, нету, не было, наверное, не скоро будут такие пропагандисты в мировой истории, которые бы проиграли из-за своей дезинформации иск на сумму около 780 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. Ну, вернее, не он проиграл, а журнал Fox, то есть, простите, телесеть Fox. это крупнейший, так сказать, проигрыш по делу о дезинформации и лжи. то есть, он нанес удар каналу своему, он нанес удар Трампу и всей его платформе, хотя его ядерным избирателям это как-то, наверное, пофиг, дым, хотя, по сути дела, то есть, по суду признано, что все, что до сих пор кричит Трамп о том, что у него украли выборы 2020, это все ложь. Но, тем не менее, он пытался наводить, задавать нужные вопросы для своей аудитории, потому что его аудитория это полуобразованные реднеки в основном. Я это знаю точно, потому что, ну, есть у меня вот крестник, который только пошел в школу и вот наблюдал его среди сверстников трудные трудные годы несколько были в связи с ковидом. Переводили многих школьников на учебу через интернет. Ну, и там так получилось, кто учил, хотел учиться, тот учился, а кто хотел забить, тот ничего не делал. И вот получилось, те, кто пошел в школу, те Трампа на дух не, то есть, пошли в колледж, на дух не перевносят. А те вот шалопаи, которые сейчас работают где-то в Мондоналдсе, протирают столы или посуду моют, те ярые сторонники Дони. Вот эта аудитория. И тут вот пух, конечно, дал подштангу, когда он начал там про Рюрика, Олега рассказывать, причем значительную часть своего интервью. Это все псу под хвост, потому что для мыслящей, мыслящей аудитории это называется переписывание истории, то, что делает Путин и пытается это все сделать. Это смеху подобно, эту фигню, эту трэш даже не слушают просто, ну просто это как болтование бомжей под забором. То есть там надо были, он же пытался его вывести на трансгендера, вот точно, якобы традиционные ценности, хотя Путин традиционные ценности, но сами понимаете, это уже смешно. Короче говоря, пропагандистская часть, она была насквозь провалена. Единственное, что донес пух, и это было для меня сенсация прозвучало, он фактически дал понять, что он согласится на такой обмен. То есть он признает свое поражение в противостоянии с НАТО, а в обмен отдайте мне Украину. Ну, во всяком случае, то, что я там сейчас захватил. Потому что там был такой эпизод, когда Карлсон спрашивает у него, я-то не все слушал, кстати, хочу предупредить, я, слава богу, сделали выжимку некоторых американских каналов, где-то там по 10, по 15 минут можно было так прослушать. Поэтому, повторяю, я не вынес эти два часа, бы я не собирался их слушать. Но, один эпизод, Карлсон задает ему вопрос, ну, так что, вы готовы будете сказать НАТО, все, я сдаюсь, забыли, все. В ответ он говорит, ну, давайте я вам сначала отвечу на предыдущий вопрос. Он отвечает опять на предыдущий, не возвращаясь к этому. То есть, чего все началось-то, вы помните? В ноябре 21-го из Кремля заявили, что НАТО должно собирать вещички, уматывать к границам 97-го года. Что получилось? Получилось, НАТО расширило где-то до 900 миль границу, продолжительность границ с Россией, а из НАТО воздушного пространства до северной столицы России теперь ракете Storm Shadow лететь 2, максимум 3 минуты и нету северной столицы. Вот, чего он добился. Такая вот ситуация. И ядерные боеголовки. Не с папьей машины, не с фанерой настоящие. В Великобритании. То есть, из того, что спросил Карлсон и что Путин ушел от прямого ответа на этот вопрос, значит, видимо, что он был бы согласен промолчать и смириться. Представляете, какой идиот? Он же влез в Украину, потому что НАТО не захотело возвращаться на границу с 97-го года. Хотя он понимал, что они не будут и никто думать об этом не будет. Для него повод просто был. Бог с ним, значит, с НАТО только отдайте мне Украину. Ну, и эти дурацкие экскурсы в историю, это, конечно, смеху подобное. Никто, конечно, на это не пойдет. Экскурсы его по поводу великой мощи Брикса и так далее, ну, это тоже смешно. Живет человек в параллельной реакции, реальности. Но самое главное, это первое, вопрос, так сказать, на поверхности, это прикрытие миссии было. Я настаиваю, что главной целью миссии были тайные переговоры, налаживание тайного канала связи, так называемый бэк-ченнел между Путиным, Кремлем и между оранжевым Дони. И об этом свидетельствуют те не рекламируемые широко встречи, которые Карлсон провел в Москве. Первая встреча это со Сноуденом, вы помните, это бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, ЦРУ, который со своим лэптопом несколько лет назад бежал в Москву, его бегство привело к миллиардным потерям, ущербу для Соединенных Штатов Америки, потому что пришлось менять фактически всю систему электронного кода, вся эта система зашифрованной связи, это стоит миллиарды просто. Самое ужасное, что американцы не знают в полном объеме, что он передал, чтобы, так сказать, сфокусироваться на восстановлении именно этого, на заплатах именно этих дыр, поэтому пришлось менять все. Так вот, Карлсон встретился со Сноуденом, но с ним не записал никакого интервью. Он записал интервью с женщиной, по-моему, она бывшая сотрудница Конгресса США, которая тоже в Москве находится, которая выдвинула обвинения против Байдена в свое время о том, что он ее сексуально домогался. Ну, Байден, сами понимаете, что ответил. И она почему-то вот те, которые против Трампа выдвигают обвинения. Они в Вашингтоне или там в других штатах. И они выдвигали, когда Трамп был президентом, они не боялись доказывать это в суде. А это вот издало звук и тут же в Москву. Так вот, с ней Карлсон написал интервью, и буду тут показывать про насильника Байдена поближе к ноябрьским выборам. А вот Сноуден тишина. Почему? Да потому, что, ну, Сноуден мало что может добавить Трампу в плане популярности на выборах. Но он может дать, а может и дал Карлсона что-то из того, что он утащил отсюда в плане компромата в своем лэптопе. Или же под прием... Потому что я абсолютно уверен, что его распотрошили на все 100%. Часть китайца забрали сразу в Гонконге еще, а остальное забрали в Москве. Но под прикрытием встречи со Сноуденом Russians, ФСБ, СВР, да все. В общем, все, что у них есть компромата под вот эту встречу передадут Карлсону, Карлсон привезет. Это будет второй раунд. Вот как была история с Ассанжером, так теперь они пытаются развернуть подобную же историю через Карлсона. Это вот первый вопрос, который наверняка решился через вот этот бэкченнел или задний канал или тайный канал. А второй вопрос. Ранжевому до неотчаянно нужны деньги. Потому что он поставил опять все на зеро и не дай бог пролетит. Потому что против него есть уже иск выигранный этой даме, дамой по фамилии Карл, о том, что он якобы ее изнасиловал в магазине. 83,5 тысячи долларов. То есть, простите, какие тысячи долларов? Миллиона долларов, да? Не слабая сумма. И говорят, у него уже денег нет. А он уже по некоторым подсчетам около 40 миллионов из тех пожертвований, которые ему прислали на предвыборную кампанию, его сторонники, ярые вот эти, ренеки, в основном, ядреный электорат собирали по 10, по 15 долларов. Так вот, он из них 40 миллионов уже бухнул на свои личные, это его личные, я считаю, это не избирательная кампания. Он их уже потратил. Ну, хорошо, это хватит на эти 83,5, но вот-вот сейчас должно прозвучать решение в Нью-Йорке по поводу штрафа в отношении всей Трамп-организации, там, финансовое мошенничество, и там прокурор затребовал 370 миллионов плюс запрет компании вести свой бизнес в штатах, в штате Нью-Йорк, а у нее весь бизнес в штате Нью-Йорк, короче говоря, после этого Трамп становится банкротом таким, когда он был вот накануне того, как в начале 2000-м году Путин пришел к власти, и тогда Кремль, Москва, российские грязные капиталы спасли организацию Трампа, вот сейчас ему тоже нужна отчаянно эта финансовая подпитка, то есть следим, следим, и это, наверное, не только, мы будем за этим следить, поэтому вот инициатива, пришла информация о том, что члены члены Евросоюза и вообще Евросоюз рассматривают вопрос о возможности объявления санкций в отношении Такера Карлсона, я думаю, что это очень уместно, потому что это бы значительно ограничило возможность его маневров, перелетов там всяких в качестве представителя вот этого тайного канала связи, ну и финансовые операции, то есть проще будет следить за финансовыми операциями и махинациями. Вот, собственно говоря, что я хочу сказать, мог бы сказать вам по поводу интервью Карлсона. Здесь смеются над ним, все средства массовой информации ну просто, просто умирают, умирают от смеха. Ну и последнее, что я хотел вам сказать, вот на фоне всего этого напряженной ситуации и продолжают появляться материалы с комментариями на отставку, вернее, увольнение генерала Залужного. По этому поводу мое внимание привлекла публикация в Блумберге, которая называется «Безобразная склока Зеленского с генералом обнажает раскол в Украине». Ну и дальше. За пять лет Владимир Зеленский перетерпел больше трансформации, чем большинство политиков за всю жизнь. Сначала он был комиком, потом превратился в президента, затем в героя войны в военной форме, а теперь рискует скатиться в роль измученного лидера. Ну и это все вот на фоне публичного, как пишут, публичный разрыв с главнокомандующим Залужным произошел в самое неподходящее время. Действительно, самое неподходящее, сложнейшее. Вот сейчас лично я рассматриваю настоящий период, но приблизительно по напряженности в такой же степени, как это было в начале полномасштабной агрессии, в начале февраля, марте 22-го года и даже хуже, потому что тогда, как вот цитирует одного из источников Блумберг, тогда страна держалась на адреналине, а теперь в значительной степени благодаря ОПЕ при попустительстве того же Зеленского с адреналином дело обстоит очень плохо, а это было один из основных важнейших факторов, которые позволяют Украине до сих пор держаться. Вот в чем разница между обстановкой тогда и обстановкой сейчас. И это мнение разделяют те иностранные дипломаты европейские, с которыми беседовал Блумберг. по мнению авторов статьи, основная причина разрыва Зеленского с генералом Залужным произошла вокруг слова тупик. И вот здесь я коренным образом, самым коренным образом не согласен с изданием. Объясню, что. Значит, согласно Блумбергу, президент ненавидит слово тупик, и когда он услышал это слово, ему доложили, которое использовал генерал Залужный в статье The Economist, это привело Зеленского просто в неописуемое, в состоянии неописуемого возмущения. Ну и вот последовал разрыв. Он не мог, его ранимая тонкая душа, кстати, называют его тонкокожим дипломаты, которые беседовали с Блумбергом, то есть не умеют держать удар. А вот, значит, это все эскалировало, это слово в разрыв, в увольнение. Ну тут как это упрощенно все, по-моему, Блумберг это трактует, потому что, хотя тут же напоминает, что некоторое время спустя, ну совсем недавно, Зеленский употребил то же слово тупик в своем собственном интервью итальянскому итальянской телерадиокомпании РАИ, хотя потом начали представители ОПЫ отыгрывать, что это не тупик, это якобы застой, великая разница между тупиком и застоем, да, тут, конечно, можно еще поплясать, но смысл один и тот же. Нет, не тупик, не тупик, не это слово привело к отставке генерала Залужного. Тут речь по-другому, значит, Блумберг, Блумберг, продолжая вот эту тему, что Зеленский твердо стоит над том, ему нужна победа, и за победой он не постоит, а Залужный призывал к осторожности, а Зеленский, значит, только победа в нынешних условиях, а условия, вы понимаете, какие, да, я с них начал сегодняшний выпуск, ну, и для этого он избрал Сырского. Издание отмечает, что уходящий генерал, то есть Залужный, пользуется огромной личной поддержкой, и некоторые западные дипломаты в частном порядке предполагают, что его популярность стала давлеть над Зеленским, которого один из чиновник назвал тонкокожим, это чиновник, из окружения Зеленского. Тут отмечается падение популярности, даже не популярности, а авторитета Зеленского в своем ближайшем окружении. Ну, во-первых, ситуация для него усложнилась по мнению Блумберга в парламенте, не так просто теперь проталкивать все хотелки. И издание также обратило внимание на еще одну вещь, теперь совещание за закрытыми дверями Зеленского, где присутствуют доверенные лица, надо полагать, и информация о них очень часто и в большом количестве утекает тут же в открытое пространство. на радость Москве, на радость российским спецслужбам, то есть его сливают, вот так по большому счету, об этом говорят утечки, сливают свои же, или же это если не свои, а затаившиеся противники политические, допустим, тогда цель путем слития информации не допустить свершения еще худших событий, которые могли бы еще сильнее повредить Украину. Но дальше вот издание пишет, что избрали Сырского, значит, победа, то есть нам, Зеленскому, нужна только победа, никакого тупика, посадили Сырского. Ну, по поводу Сырского масса комментариев, я так по большому счету за ним раньше не следил, глубоко не копал, и сейчас ситуация очень сложная, есть вещи поважнее, чем Сырский, даже Зеленский, это Украина, народ, страна, целостность ее, само существование, которое стоит на кону с февраля 22-го года, но я обратил только одно внимание, то есть на одну вещь, вот смотрите, значит, все поставлено на карту, Зеленскому в тяжелейшей ситуации никакого тупика, только победа, окей, я с этим согласен, кого нужно назначать в это время, когда в Советском Союзе страна оказалась в подобной ситуации в 41-м году, Сталин вернул тех, которые он считал смертельными врагами, кто остался жив из-за решетки, из ГУЛАГа и поставил их командовать, он потом с большинством из них опять расправился, но тогда поставил, потому что он понимал, что нужны профессионалы, то есть по идее сейчас нужны профессионалы, это раз, во-вторых, люди, которым можно доверять, никому не доверяющий Сталин решал этот вопрос, у него был мехлис и были комиссары, которые наблюдали за командирами, военноначальниками, значит, вместо снимая залужного, он должен был поставить человека, ну, во-первых, профессионала, всяком случае, не хуже залужного, и человека, которого можно доверять. Вот я обратил внимание только на одну вещь, как-то мало сейчас говорят о сырском, то комитировать, все, в каких боях он участвовал, все это хорошо. Я обратил внимание на то, какое высшее учебное, военное учебное заведение, он закончил. Это называется, то есть, курсантов этого училища называют кремлевскими курсантами, потому что это было первое военное училище после Октябрьской революции, или Октябрьского переворота. Там, по-моему, даже Ленина зачислили в одним из курсантов. Это было охрана, то есть, там воспитывали, можно сказать, юнкеров, которые должны были охранять Кремль. И с тех пор оно так и повелось. Это кремлевское училище, где готовили невоеначальников, которые должны побеждать на поле боя. Я вам напомню, а если никто не знает, то я вам открою интересную информацию. Вы помните двух персонажей по фамилии Луговой и Ковтун. Это те два человека, которые по решению, по постановлению Лондонского Королевского суда совершили террористический акт в Лондоне, под которым я имею в виду средь бела дня оружием массового поражения, которым является Плутоний, они отравили Александра Литвиненко. Это был террористический акт. Я когда выступал в этом суде как ключевой свидетель, я так это и назвал, террористический акт. Никто меня не оспорил, не сказал, что не так. Так вот, они учились там, в этом же училище, и закончили его практически одновременно с Сырским. То есть, это не было военное училище, которое готовило людей, так по большому счету, для боев. Это готовилась придворная гвардия для защиты кремлевских обитателей в случае Шухера. Такими, допустим, такими же подразделениями были Таманская, Кардемировская дивизия, на которой они тоже были призваны были решать вот эти вопросы, если что-то там поднимется какая-нибудь смута в Москве. Кстати, они полностью провалились в этом плане во время августовского путя 91-го года. И это училище, оно подчинялось не просто Министерству обороны, оно подчинялось Комитету Государственной Безопасности. Потому что часть, значительная часть курсантов шло на работу в 9-е управление КГБ СССР. Охрана, охрана Кремля, охрана руководящих лиц. Вот Луговой, допустим, он как раз туда и получил распределение после этого вуза. Ну и дальше там пошло-поехало, стал убийцей, террористом, работая, сначала, значит, он работал в 9-м управлении. То есть, это святая святых, потому что жизнь руководила, руководитель государства. Что еще может быть святее, да? То есть, вы понимаете, что для того, чтобы туда попасть, нужна была особая проверка, полное доверие, и в течение всей учебы это скрининг, это рентген. Человек должен быть полностью лоялен к системе. Вот такая, то есть, я не хочу дальше даже вдаваться там, как Сырский туда попал, а это, кстати, было блатное училище. Брали, да, брали, там, из рабочих и крестьян, и так далее, но было и блатных полно, в частности, Лугао, а там Ковтун у него вообще, высокопоставленный генерал был, папа, отправил его в Чехословакию после окончания этого училища. Вот. Но сам факт, вот у главного кадровика президента Зеленского вопрос, меняю генерала Залужного, мне нужен человек, которому можно 100% доверять, почему берут? Где гарантия 100% доверия, или как они определили, что этот человек, который учился в таком училище, который прошел все возможные проверки, пользовался полным доверием, и был, то есть, его могли назначить, если бы была протекция, и он бы работал сейчас в девятке, то есть, сейчас, вернее, в ФСО, где на него вот такое дело лежит сейчас в ФСБ. кто в Киеве мог поручиться и дать ему доступ к совершенно секретной информации, не сказать, это наш человек, мы за него уручаемся. На каких основаниях? Неужели нету, неужели нету в Украине сейчас генералов не менее талантливых, чем Сырский, но без вот такого отягощающего багажа предшествующей жизни? Вот у меня загадка. То есть, от того, что он закончил, значит, это не учебное заведение было, которым готовили высокопоставленных военачальников для баталий такого размера, как вот самое крупное война в Европе после Второй мировой войны, я имею в виду сейчас то, что происходит в Украине, там их не готовили, там готовили в том числе охранников, что такое охранник? Это холопы, 9-е управление и так далее, в основном холопы были, которые обслуживали начальников, но поскольку большинство из них тогда в то время было престарелых, вот на туалет взять, привезти в туалет, поставить его, посадить его на этот самый туалет, снять его, убрать там, вот такое вот все. Но это требовало особой доверенности. А вот для меня это загадка. То есть, как, почему впал выбор на генерале Сырском по категории, что это как раз тот военачальник, который способен в нынешней ситуации на прорыв тупика, который ненавидит Зеленский, и на победу, и в то же время пользуется полным доверием, большим доверием, чем любой украинский генерал, которых немало в Украине, и которые своими действиями во время войны уже это и показали, что они могут решать вопросы. Вот, вот для меня это и загадка. Я почему затронул этот вопрос, потому что один из моих зрителей пишет, что залужного поменяли на Сырского ни за тупика, ни для прорыва, а как пишут зрители, они, имея в виду ОПУ, они хотят остаться навечно и собираются это сделать. И для этого им нужен свой генерал, то есть они не для прорыва и выхода из тупика, не для победы меняли залужного на Сырского, им нужен был свой генерал, свой в каком смысле, в случае чего, охранять их от возмущенного народа. И вот каким образом генерал, которого взяли в это училище Кремлевское, проверив его и на основании этой глубочайшей проверки считая своим, кто, я хочу знать, кто этот человек, который в Киеве, в ОПЕ, или кто-то там решал вопрос его назначения, может перед украинцами стать и сказать, я уверен, что он преданный Украине патриот. как его проверяли, на каких основаниях, почему эта проверка лучше, чем та проверка, которую в свое время могло провести 9-е управление КГБ СССР. Вот вопросы, господа, информация для размышления, как говорили в известном фильме про Штирлица, а на этом позвольте закончить это видео, и как всегда, слава Украине вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. Ну и внесем свой вклад в эту победу. Присоединяйтесь, голосуйте, ставьте лайки, поехали. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok